В эфире программа «Особое мнение» в студии Светлана Динброва. Здравствуйте! Сейчас узнаем, кто не выдержал проверку снегопада. Сегодня вышел срок, в который управляющие компании должны были очистить тульские дворы от снега. Назначил дату мэр города, а проверяющий сейчас у нас в гостях. Ждет ваших вопросов в Твиттер. Рядом со мной в студии начальник управления по административно-техническому надзору Туль Наталья Кононыхина. Здравствуйте! Вы сначала, как я сегодня узнала, на проверку приглашаете управляющую компанию, а потом уже вместе начинаете объезд. Вот зачем нужна такая мера? Не лучше ли не предупреждать? Эта специальная мера была предусмотрена для более эффективного выполнения управляющими компаниями своих обязанностей. Потому что при совместном выезде проверяющий и проверяемое лицо, то есть управляющая компания, ей можно указать непосредственно на нарушения, которые имеются. Причем, более того, у нас процедура достаточно интересная. Мы предупреждаем, приглашаем о выезде, но не говорим, куда. И с нами ездит представитель не одной управляющей компании, а нескольких, для того, чтобы могли сравнить работу друг друга, указать о недостатках непосредственно на месте, чтобы у нас не было это только на бумаге, а работа именно в тесном контакте. То есть фактически получается, что они не настолько уж и подготовлены. Но тем не менее, вы все равно предупреждены люди, что их проверят. И нарушения все равно вы выявляетесь. Чем вы это связываете? С некачественной работой управляющих компаний. Потому что мы предупреждаем просто о выезде на территорию города без указания районов, адресов и каких-то конкретных мест расположения домов. То есть подготовиться по всему городу, видимо, они не успевают. То есть качественно выполнить свои обязанности по заключенным договорам с собственниками. О сегодняшней проверке я обещаю, что мы поговорим еще чуть позже в программе. Насколько я знаю, только на этих выходных было проверено, по-моему, больше 150 дворов. И больше половины из них убраны не были. Это так? Да, мы в выходные также проводили мониторинг, потому что как раз закончился снегопад основной. В субботу уже была погода тихая. И мы выезжали, смотрели, порядка 150 территорий было проверено. И действительно, большая половина из них была не убрана. То есть от снега не очищена. Хотя существуют факты, когда жители, при опросе жителей, что жители подтверждают, что приезжали и грейдеры, и какие-то дворники работали. Но визуально этого эффекта не было видно. То есть при выезде все равно зафиксировано нарушение, потому что аномальное количество осадков. Но это, скажем так, для нас не имеет значения. Нам главное, чтобы жители жили в комфорте. А до какой степени действительно вы считаете двор чистым, когда сколько снега слой? Просто я помню, что мы с вами в этой же студии говорили о том, что вплоть до наледи надо до самого асфальта счищать. Но такого, в принципе, наверное, все-таки невозможно сейчас в таких погодных условиях. В таких погодных условиях, наверное, невозможно. Но к этому мы стремимся. И если невозможно очистить в настоящий момент доусовершенствованное покрытие, то песко-соляная смесь должна быть. Потому что гололед и заходить во дворы практически невозможно. Особенно маленьким детям, молодым мамам с колясками. Поэтому все-таки требования мы предъявляем жесткие. Ну вы, прежде всего, требования, сейчас я вот смотрю, предъявляете к управляющим компаниям, в виде которых, в общем-то, эти дворы и находятся. Вот до 22-го числа они были должны все дворы убрать. И если не уберут, я понимаю, так что им грозили штраф. Тем более вы уже писали на выходных предписание тоже, да. И там немалые, по-моему, и 100 говорили, и 300 тысяч рублей. Вот вообще штрафы в данном случае это действенная мера. Как показывает практика, не совсем. То есть, допустим, я по своему, мое субъективное мнение, что дешевле нанять лишнего дворника, потому что их катастрофически не хватает, нежели заплатить штрафные санкции от 100 до 300 тысяч. Но практика показывает обратно, управляющие компании почему-то готовы платить деньги в бюджет, нежели нанять какие-то дополнительные единицы. Наверное, этот вопрос лучше адресовать к ним, в чем же здесь выгода, и у них есть своя, наверное, позиция как хозяйствующего субъекта. На самом деле, это не совсем в моем амплуа, но тем не менее, все-таки я должна как-то в данный момент их защитить. Мы сегодня выехали по двум адресам, которые вы назвали, что на выходных там было все плохо. И наша съемочная группа обратила внимание на то, что об адреса были абсолютно чистые дворы. Ну и, конечно, люди говорили, что убрали только что. Видимо, вот ждали, что действительно вот это вот 22 число прошло, сейчас штрафовать начнут. Может быть, все-таки на кого-то это и действует. Вот напомню, сегодня вы совершили новую проверку. Вот итоги сегодняшней проверки. Куда ездили, что выявили? Сегодня мы как раз совместно с представителями управляющих компаний осуществили выезд в Зареченский район. Проверено было 27 придомовых территорий, из которых 10 было в неудовлетворительном состоянии неочищено. И в отношении этих управляющих компаний были составлены протоколы, которые как раз и влекут те суммы штрафов, о которых мы говорили только что. То есть получается, что показывает так, что это, конечно, меньше 50%. Уже чуть лучше. Да, чуть лучше, чем в выходные дни, но все равно нарушения есть, и они, ну, слава богу, уменьшаются. Ну, с этим я, конечно, хочу вас поздравить. Мало совсем осталось времени. У меня вопрос может быть не такой серьезный. Тем не менее, кроме того, что срок был установлен для управляющих компаний до пятницы, все они должны, все тульские коммунальщики должны зарегистрироваться в Твиттере. Вот я знаю, что нам сейчас, кстати, зрители совсем не пишут вопросов. Хотя, знаете, пришел вопрос, Алексей Рябов пишет. Иной раз думает, что управляющие компании не понимают, что же от них требуется. Видимо, это жилец, который махал лопатой. Он говорит, они ведь жильцы лопатой махали. Но в данном случае, конечно, это, получается, вопрос не совсем к вам. Вот то, что они зарегистрироваются в Твиттере, как вы считаете, как это вообще может решить проблему? Может упростить процедуру, скажем так, взаимодействия между жильцами и управляющими компаниями. Думаю, что это поможет ненамного, но станет легче жителям, по крайней мере. Спасибо большое. Мне очень жаль, время нашей программы подошло к концу.